В преддверии Дня космонавтики в школе номер 6 прошла торжественная встреча учеников с ветеранами космической отрасли. На ней побывала наша съемочная группа. В середине прошлого века человечество начало интенсивно осваивать космос. Пытливые ученые рассматривали ближайшие к нам планеты из мощных телескопов. Затем были запущены спутники, а вскоре человек полетел в неизведанное пространство. Первооткрывателем стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Его имя, как и многих других его коллег, неоднократно цитировали и вспоминали. На прошедшем мероприятии, посвященному Дню космонавтики в школе номер 6. Сейчас время такое, что человек не ограничился тем, что он на Земле находится. Человек рвется и в небо, и в космос, и на другие планеты, другие миры. Так что в будущем все вот эти мальчишки, девчонки, они будут все дальше и дальше продвигать науку, инженерную технику, авиацию. Не всем быть космонавтом. Любой профессии свои космонавты, любой профессии свои академики. Поэтому молодежи в свое время – это будущее нашего Казахстана. Завтра все их родители на пенсию уйдут, а они будут возглавлять наше общество. Какое сегодня в школах они образование получат, глубокое. Первую очередь – это, конечно, школа. И самое главное – это семья готовит каждого. Каждой школе нужен космос, уверены в этом образовательном учреждении. В этой школе есть не просто уголок, а мини-музей космического пространства, где все желающие могут увидеть личные вещи космонавтов, их ежедневный рацион питания и архивные фотографии, на которых прослеживается вся история освоения этой отрасли. Его главный хранитель – Магрифа Коребекова, учитель казахского языка и литературы и по совместительству вдохновитель плеяды людей, связавших свою жизнь с авиацией и космосом. Вот этому музею 30 лет, и сейчас у меня связь с КАСКОС, Роскосмосом, КАСКосмосом и всеми теми, кто связан с жизнью Карагандой и космосом. Собрали очень много материалов. Это дал, когда он работал, Асфоте Айднаембетов. И вот это его костюм. И вот это данное суточное питание Талгата Мусабаева. Вот здесь вот шинель доктором Горбайшова Бакирова, как он поехал с Армавирский на юг учиться на дочек-испытателя. И подобных раритетов в музее еще много, но главные ценности, по мнению Магрифа Ажи, это люди. Детям надо сперва дать воспитание, а затем знание. И встреча с великими людьми, которые сегодня сидели, это, знаете, это не вечные люди. Они же отходят от нас. Они золотые. Ученики школы высоко мотивированы. Их не надо толкать в спину. Они самостоятельно говорят учителя. Поэтому о космосе здесь знают многие и многое. То, что сейчас у нас в школе есть, вот такие вот прекрасные достопримечательности, музей есть. Я думаю, что это все влияет на подсознание учеников. Они должны знать свою культуру, знать вообще, какие события происходили. Поэтому я считаю, что это очень важно. Однажды кто-то сказал, звезды показывают нам величие и красоту Вселенной, в которой мы, вечные странники космоса, стремимся отыскать свою звезду. Кажется, ученики этой школы ее уже нашли. И неважно, кто кем станет в будущем, тема таинственного звездного неба останется с ними навсегда. Роберт Граф, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, Пятый канал.